В администрации Северского района прошло очередное рабочее совещание, на котором обсудили эффективность муниципального земельного контроля, а также строительного надзора. О ситуации доложил заместитель главы района Дмитрий Малов. «Здесь в секше период 23-го года на территории сельских поселений выявлено 12 нарушений использования земельных участков не по целевому назначению. Всем землепользователям направлено уведомление с требованием в добровольном порядке устранить допущенные нарушения, установленные за регулярном сроке». В городских поселениях нарушений выявили еще больше – 68. В большинстве случаев землевладельцы добросовестно исполняют требования. Но иногда дело доходит до судебных разбирательств. Глава района Андрей Дорошевский порекомендовал главам поселений регулярно инспектировать территорию и своевременно сообщать о нарушениях. Вторым вопросом повестки дня рассмотрели профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Ребятам в социально опасном положении организуют занятость, отдых и оздоровление в рамках муниципальной программы «Дети Северского района». «В 2022 году с детьми, состоящими на различных видах учетов, проведены такие мероприятия, как турнир по мини-футболу на кубах главы Северского района среди команд Северского, Агинского и Крымского района. Экскурсионная поездка по православным храмам, соборам города Краснодара. Также проходили муниципальные этапы, кролик-фестивали, кубанские каникулы, формула успеха, конкурс творческих работ «Здравствуй, мама» и спортивные игры «Спорт против наркотиков». Общий охват участников составил 335 детей подростков. Обсудили также санитарное состояние на территориях поселений. Глава района подчеркнул, что поддерживать порядок на улицах – одна из важных задач и призвал всех сотрудников местных администраций принимать участие в субботниках.